Смотри, какие интересные события. Французские войска долго защищали президента Кот-де-Вуара, да. Защищали, защищали, не хотели кровопролить, а он подлец, подозвал военные действия. У них действительно ситуация какая-то двойственная, вроде как они защищают от оппозиции, защищают узурпатора. Они взяли его, передали оппозиции. Очень интересный поступок, неожиданный. Никто не ожидал. Все ждали, что они будут примерять, как сейчас там с Каддафи. Африканский Союз прилетает, там обсуждает. Они взяли, передали, и все, и все закончилось. Все очень просто оказалось. Ну, я думаю, все просто надоело от дочертиков. Это выяснение отношений, при том, что всем иностранцам надо было оттуда бежать. И самим французам тоже. Они все делили лужки. Ну, да, если не можете сами помириться, мы сейчас придем и разберемся. Не ждите, чтобы пришли и стали разбираться. Сдается мне, что с ним оппозиция может поступить. Да, конечно, не Гаага, это довольно далеко от Гааги. Как поступила оппозиция с Адамом Кусейном. Поэтому, мне кажется, что... С Адамом Кусейном, кстати, не оппозиция. Все было цивилизовано. Был международный трибунал. Какой международный? Его судили сами афганцы. Не было никакого. Иракцы. Иракцы. Его судили сами иракцы. И абсолютно без всякого международного трибунала. Международный трибунал не выносит смертные приговоры. По-моему, они придумали какую-то форму, напоминающую международный трибунал. Ну, она очень отдаленно напоминала. Учитывая, что в Европе смертная казнь давно отменена. Меня возник вообще смешной вопрос. Что бы ты делала с Путиным, Сеченым, Сивановым и с кем-то там еще, если бы оккупационные войска тебе, как оппозиции, передали бы их тушки? Ну, живые тушки. Что бы ты с ними делала? Ну, что? Отдала бы народу? Во-первых, неправедно нажитые счета в швейцарских и флопинг-банках были бы аннубированы. Дальше... Все деньги переведены на дочек, на жен, на любовниц, на Кабаеву, на еще кого-то. Ну, Кабаеву пришлось бы объяснить, как она это заработала, так же, как Мужковский жилет. А дальше, я думаю, для их же сохранности, учитывая, как у нас поступают с пыльюдонами, их надо было бы поместить в уютную Лефортовскую тюрьму. Они на остаток бабок наняли бы адвокатов. Дальше, минуточку, а Лефортова разве не по камушкам разберет, так же, как бутылку? По стилю, я сегодня прощусь. Да, давай с Лубянки начнем, а куда ты будешь, там Лефортова, довольно приличная тюрьма. Кстати говоря, на Лубянке очень много документов интересных, которые правильно было бы не сжигать, а опубликовать. Нет, ну, естественно, Лубянку будут сжигать после того, как, если не сжигать, а разбирать на кирпичку, после того, как документы... А зачем разбирать на кирпичку? Это не их здание. Это здание акционерного общества, страхового России. Нет, это прохлятое здание, а здесь нужен символический жест. Народ, как с берлинской стеной. С Держицкий? Так же, как с берлинской стеной. А что касается Путина, Сечина и всех остальных... Ну, может быть, музей? Нет. Это музей бы обрушился по-моему, пусть на голову. Ну, музей можно и в другом месте организовать. Это проклятое здание, как берлинскую стену, надо дать народу разобрать. Пусть торгуются венениями. А что касается Путина, Сечина и всех остальных, то они бы наняли себе адвокатов, падая в руки с удовольствием согласиться. Деньги хорошие. Деньги хорошие. А и суд бы... Деньги есть. Следствие, нормальное уже следствие, искало бы конкретных доказательств. Ты не помнишь, как закончилось предыдущее следствие с ГКЧП? Амнистия. Ты уверена, что следующая Государственная Дума не объявит амнистию так быстро, что президент не успеет прореагировать, а какой-нибудь придурок прокурор... Видишь ли, свержение в нашей ситуации чекистской хунты предполагает изменение народного сознания, потому что оккупация... Да ты Зюганова денешь. Куда ты Зюганова, Жириновского? Ты будешь судить Жириновского? А куда ты остальных денешь? Они все будут баллокироваться. Зюгановский немедленно заявит, что он всегда был либералом и антикоммунистом. Все правильно, и будет принимать закон об амнистии. И народ воздаст ему должное за его лживость, за его подлости, за то, что он поддержал... Ничего ему народ не воздаст. Народ будет им восхищаться, как и восхищаться. Я тебе говорю, Дальний Восток, Комсомольцы на Амуре пять, пятьдесят процентов проголосуют... Нет, я исхожу из чего? Я исхожу из того, что Россия слишком велика и располагает хорошим запасом, то есть малоуправляемого, но все-таки реального ядерного оружия, которое даже если попадет не в ту точку среди Зеленых Штатов, то все равно Концидент нам будет власти. Поэтому нам придется все делать через себя. Без изменения народного сознания в следующий год теперь не будет. То есть только просвещенный народ сможет отвергнуть чекистскую культуру. То есть эти лагеря поперевоспитать? То есть именно такой народ, только такой народ сумеет отделаться от чекистской бунты, и здесь уже не будет проблем с амнистей. Коммунисты, фашисты, чекисты будут отвергнуты раз навсегда. Просто я хочу сказать, что ни у кого не должно быть иллюзий. Никакая экономика, никакой глад, никакой морд нам не помогут. Возьмешь этот народ. Где? Я не против, но где ты его возьмешь? Восстанет, как феникс из пекла. Вырастим в горшке, как кактус поливать. Как и прошлый раз, Лерочка, время будет отпущено. Три-четыре года. Такие финты ушами, как случайное попадание в Кремль Ельцина, который, не зная сам, что из этого будет, призвал Гайдара, через восемь месяцев прогнал, второй раз такое не повторится. Если у народа будет идиосинкразия к слову капитализма, к словам реформы, там, Гайдар, свобода, собственная законность, мы не пройдем. В следующий раз мы пройдем на сознательном выборе. Идиосинкразия на такие слова, как капитализм, свобода, собственная законность, будет всегда. Значит, никогда не будет. Но это есть и у французского народа, и у французского народа. Не в такой степени. Не в такой степени. Если бы у большинства была к этому идиосинкразия, то во Франции бы вместо голистов всегда были коммунисты, и Франция была бы частью ваша схода договора. Однако она этим не стала. Владимир Владимирович от Валерии Ильинишни передаю вам пожелание. Многие вам лето. Продолжение следует...